В первую очередь, для того, чтобы построить облачную платформу нового поколения, нам нужны, собственно, некоторые базовые технологии нового поколения. Этими базовыми технологиями является резкий скачок развития компьютерных сетей, который произошел за последнее время. Этот скачок, на самом деле, как бы он революционно не выглядел, он по своей натуре, он достаточно революционный. Он повторяет тот революционный скачок развития, который совершили вычислительные системы. Если мы сами чуть-чуть углубимся в историю и посмотрим на 50 назад, то мы увидим, что у нас были специализированные ПО, специализированные операционные системы, которые делаются уникально для каждого оборудования. Потом, в то время операционные системы, мы с вами уже не разрабатывали повод для отдельного оборудования. И, наконец, на финальной стадии точно у нас заканчивается большинство из текущих докладчиков, что является вовремя вартуализации. И мы можем даже, не опираясь на конкретную операционную систему, делать что-то инкарсулированное, будь ли вартуальная машина, либо контейнер, либо что угодно, создавать некоторую функциональность и перемещать ее по всей инфраструктуре, как она заблагорассудится. Компьютерные сети, на самом деле, мы повторили весь тот же самый путь, только начиная с 2008 года, с появлением понятия «software defining goal». У нас появилась возможность определять, как то или иное устройство функционирует, причем устройство может быть и свечом, и коммутатором, и капом, это может быть Firewall, NPS или любым другим сетевым устройством. Но, однако, и этого нам оказалось мало, и на текущий момент мы идем дальше и говорим, что давайте мы сеть будем вартуализировать точно так же, как и вартуализируем ее в вычислительные ресурсы. Так что это нам дает эта эволюция как по линии вычислителей, так и по линии сетей? Если мы будем совмещать эти технологии, то мы получим следующее решение, ну, в частности, эволюционирующие вычислители и неэволюционированные сети. Ну, это классические фирмы виртуальных машин, мы с вами их все знаем, там, начиная с дома ставим виртуллокс и поднимал несколько виртуальных машин и заканчивая решением, где мы можем управлять, ну, попросить, дайте вам, пожалуйста, набор виртуальных машин, 2, 3, 10, 20, но при этом никак не специфицируем, как они связаны между собой. Если у нас появляется программируемая сеть, то мы уже можем, ну, классические решения, вегидравить, в общем, OpenStack в этом сорт-решении, где мы можем делить это на виртуальные сети, мы уже задаваем конкретную сруктуру, то есть какая-то апология, как те или иные элементы связаны между собой. Отвечая на вопрос, а что же будет, если у нас будет полная виртуализация как со стороны сети, так и со стороны вычислителей, то здесь я как раз приведу к описанию того видения и той облачной платформы, которую мы разрабатываем у нас в центре. Парочку слов по поводу технологии SDN, я думаю, что все уже это здесь знают, но, однако, как... Что лежит вообще в основе этой технологии? И теперь, как следующее, если у нас раньше была транспортная среда, то мы никак не могли управлять тем трафиком... Ну, в сайте имеют достаточно простые задачи. Допустим, вот у нас есть верхний сетевой элемент, но, говорим, через него трафик идти не должен, а обязательно должен идти через него. Стандартная сеть с такой задачей зачастую либо не справлялась, это зависит на самом деле от самого сетевого стекла, либо от тех протоколов, которые работают, либо эта задача была существенно сложно реализована. Проблема заключалась в том, что каждый из этих устройств решает две проблемы. Первая, она думает, а вторая, она строит. Соответственно, суть технологии SDN заключается в том, чтобы разделить эти две задачи и поместить их на разные устройства. Отсюда и появились понятия SDN-промутатора и SDN-контроллера. Один думает, а другой будет строить. Теперь, все вместе это нам дает некоторую программируемую инфраструктуру. Однако этого нам опять становится недостаточно. Мы хотим не только, опираясь на какую-то заданную инфраструктуру, делать определенный сервис. Мы хотим, чтобы мы меняли инфраструктуру под нужды необходимого нам сервиса. Это нам, собственно, дает и технология виртуализации сетевых функций. Которая, по сути, нам говорит, что если вы виртуализируете уже виртуализированную сеть, тем самым получив некоторое положение виртуализации, то мы получаем существенно новые качества. В чем они новые? Допустим, мы можем сделать следующее. Допустим, у нас есть некоторый пример сетевых сервисов, который нам предоставляет, допустим, наша облачная система. Приходит клиент и может говорить, давайте мы установим на конкретную инфраструктуру вот это вот облачное решение. И хотим, путем простого выбора, то есть мы хотим, допустим, фаербол и балансировщик нагружки, построить некую цепочку сервиса, которая укажет нам следующее. Мы от источника графика перейдем обязательно через две из виртуальных сущностей, которые реализовывают этот сервис и дадим до клиента. При этом нам обычно важно, что если одна из этих виртуальных сущностей сломается, то у нас всегда, если в одной путь, система сможет ее восстановить. Особенность той платформы, о которой я сейчас вкратце поговорю, заключается в том, что мы используем уже сказанное в раннем докладе GECI нотацию, хотим делать платформу, которая предоставляет нам виртуализировать эту инфраструктуру и строить подобные цепочки сервисов. Это позволяет нам дать облачную платформу, дать архитектуру облачной платформы, которая обладает принципиально новым свойством. Сервисы, которые сейчас, как мы обычно говорим о платформе, которые предоставляют сервисы, обычно это прерогатива владельца платформы. Ну, то есть владельца облака, либо владельца инфраструктуры. Либо приглашенные им же, эти владельцы, некоторые сторонние организации, которые предлагают свои VNF на базовую облачную платформу. Однако, если у нас есть полностью виртуализированная инфраструктура, мы можем самим клиентам облака за счет некоторых базовых примитивов виртуализации, ну, допустим, для примера, самому известный фартуальный коммутатор, либо фартуальную машину, построить собственный сервис и зарегистрировать его в облаке, как некоторый сервис, и предоставлять его другим клиентам. Вот Epic облака меняет свое предназначение, оно ставится что-то типа рынком услуг, которые клиент предоставляет в другую руку. Наиболее близкий пример какой-нибудь iTunes, либо Google Store. Только они делают в рамках мобильных приложений, но это же можно делать в рамках сервиса, в которых каждый клиент может представлять другую руку. Мы, собственно, столкнулись с тем проблемами. Ну, окей, решение для виртуализации есть. Собственно, какие-то стандарты начинают проявляться, а как вообще подобные сервисы можно описать? Мы, собственно, и предлагаем такое описание. Мы разработали систему, которую называют Cloud Conductor, то есть полночный дирижер, который подставляет пользу делать следующее. Оно выбирает язык, который известен пользователю, и позволяет в графике описывать ему ту платформу, которую он хочет реализовать в рамках своей, ну, некоторой выделенной ему области ресурсов. Ну, путем организации виртуальной сети. Я не буду сейчас остановиться подробно, как происходит реализация таких вещей в этой нехватке времени. Отдельно остановлюсь на понятии виртуальной сетевой функции. Мы нашли для того, что одних примитивных виртуализаций нам недостаточно. Пользователь хочет не тратить... Ему не всегда любят тратить свои ресурсы, которыми ему выделяется опыт, для того, чтобы назвать этот кружочек виртуальной. Зачастую ему может понадобиться следующее. Он говорит, я не хочу тратить ресурсы на организации, допустим, виртуального помутатора, я хочу его арендовать. Арендовать для того, кто убьет делать помутатора лучше, чем я. В частности, виртуальные помутаторы. Мы предлагаем ему следующий интерфейс. Мы говорим, а давай ты в нашей системе объяснишь нам, какие вершины ты хочешь обозначать как некоторые функции. Объясняя это и рисуя это, например, виртуальной сети он автоматически определяет нам точку присутствия. А это наиболее важный момент для тех, кто знаком со стандартным VNF, т.е. Point-to-Presence. Это определение является одной из существенных причин. В итоге у нас получается следующая картина. У нас есть две виртуальные сети. Один, собственно, сеть Provider, другая сеть Client. Сеть Client — это слева. У нас есть части, которые сразу поднимаются в сети клиента, а есть части, которые заказываются в сети Provider. Тем самым мы не тратим ресурсы пользователя, за которые, допустим, он платит по подписке, а он орендует эти ресурсы по данным так провайдера. Одновременно с этим мы разделяем зону ответственности. У нас есть четкая зона ответственности, которая уходит за облачную платформу, зона ответственности, которая уходит за клиентской виртуальной сетью, и зона ответственности, которая уходит за виртуальной сетью Provider. Ну и, собственно, мы предложили некоторую концепцию. Ну, как бы, как-то подогнать программистский палец, ведь сети же они программируемые. Мы подумали, что данный вариант облачной платформы – это, на самом деле, дальнейшее развитие программируемости в области виртуализации компьютерной сети. Мы эту концепцию, на самом деле, называем «объектно-ориентированная программируемая». В чем же она «объектно-ориентированная»? Ну, заключается в том, что базовые операции в предоставлении сложного сервиса, вот этих вот цепочек, то, что нужно, на самом деле, сейчас, где-нибудь в том провайдере, например, заключается в базовой операции объединения сетей. И, собственно, если вы посмотрите, все технологии в обе-антуализации направлены на то, чтобы уметь правильно объединять сети между собой. Начинается это с эти три уровня, как вы сказали, в прошлом программе, а потом станут сервисы, которые будут требовать цепление на уровне 2. И так далее. Ну, собственно, мы предлагаем некоторый язык, который позволяет нам, объединяя сети между собой, и правильно описывая их свойства, получать новые сети на базе уже описано, которые обладают, в принципе, новыми свойствами. Ну, допустим, у нас есть машина, которую мы хотим проверить, работает она или нет. И у нас нет ресурсов для того, чтобы хотя бы проверить энергетически, хотя бы провести команду PIN. Мы можем арендовать машину, которая пингуем на другого сервиса. Простейший сервис, на самом деле. Первая простейшая пинга. За счет объединения мы получаем некоторый набор функций. После этого объединения мы можем с выгненной там машины сервисной провайдеры пинковать эту машину. Теперь давайте построим более сложный паст. Мы уже пинковать эту машину умеем, но обнаружим то, что у нас этот коммутатор является программно-конфигурируемым. Любому программно-конфигурируемому коммутатору нужен мозг или контроллер. У нас опять нет ресурсов на этот мозг. Ну, поэтому мы можем этот сервис арендовать, используя суток, что отписано на нотации. Происходит то же самое объединение сидений. Обмен функциями и объединение их в один большой такой сигнал. В итоге мы можем строить на самом деле более сложную функцию. Ну, допустим, мы можем объектом одной функции указать субъект другой функции. Вот. И... Собственно, потом перейти, допустим, на конечный объект. Тем самым я только что из примера. Я вам сказал про пинк и про контроллер. Он привел пример из своего рода какого-нибудь надежного контроллера, который мы сначала про пинг-авари, а потом мы подключили к коммутатору. Водоп-иннотация позволяет, на самом деле, строить BNF-цепочки, которые написаны в юзкейсе или стандарте ЕЦ. Вот. Они называются BNF-Forwarding Graphs as a Service. Ну, и тем самым получить систему, которая позволяет нам... Ну, мы, по сути, скрываем от пользователя, или пользователь, в общем, может скрыть виртуализацию, реализацию собственной виртуальной функции. Мы увеличиваем коэффициент повторного использования уже созданных виртуальной функции за счет того, что строим простые, ой, сложные виртуальные функции на базе уже созданных простых. Все это нам позволяет строить легко масштабируемую, непонятную инфраструктуру виртуальной сетевой функции, которая сейчас даже на славе порой выводит достаточно страшно.